Добрый вечер, меня зовут Юлия Вишке, я гид в Берлине, и здесь по вторникам и пятницам рассказываю одну берлинскую историю. Историю часто о людях, о судьбах, о прошлом, о настоящем, о том, что касается всех нас с вами. И сегодня, сегодня 8 мая, и сегодня в Германии памятный день, день, когда закончилась Вторая мировая война, день, когда произошло освобождение всей Европы от национал-социализма, и поэтому история будет у меня сегодня тематическая. Сегодня я вам расскажу о доме, где была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии, подписана в ночь с 8 на 9 мая, и когда она была подписана, то в Москве уже было 9 мая, а в Берлине... То есть в Берлине тогда тоже было 9 мая, но на самом деле в Берлине 8 мая, и вот об этом доме мы поговорим. Поговорим об истории одного дома, который начали строить в 1936 году, и строили его... Вот такая удивительная ирония судьбы. Его строили, знаете, зачем? Это было офицерское казино. Германия тогда у власти Адольф Гитлер, Германия начинает подготовлять себя к войне, и, соответственно, нужны офицеры. Офицеров нужно обучать, и для этого строят офицерскую школу, или, как тогда ее назвали, высшая школа пионеров. И на территории этой школы вот как раз располагалось военное казино. Открыли его 1 апреля 1937 года. То есть, получается, пройдет всего 8 лет, и оно из школы пионеров войдет в историю как место, там, где подписали безоговорочную капитуляцию. Как же это все произошло? Произошло это следующим образом. Мы вернемся с вами на несколько дней назад и отчетимся в мае... Нет, совсем не в мае, а в апреле 45-го года. В апреле 45-го года, 16-го числа, начинается как раз наступление на Берлин, и уже 22-го апреля вот в это вот здание в берлинском Карлсхорсте въезжает товарищ Берзарин, он был генерал-лейтенант, он руководил 5-й ударной армией 1-го Белорусского фронта, и, так сказать, его штаб начинает располагаться в этом здании. Ну, а битва за Берлин идет своим чередом. 2-го марта Берлин подписывает капитуляцию, и 7-го мая... Почему я говорю марта? Потому что сегодня 8-е, и мне кажется, что нужно все время сказать марта, а не май. Ну, так вот, и 2-го мая происходит, соответственно, окончание битвы за Берлин, а 7-го мая... Нет, совсем не в Берлине, а во французском Реймсе подпишут капитуляцию. То есть капитуляцию подписывают сначала в Реймсе, подписывают с немецкой стороны, то есть со стороны Третьего Рейха, ее... Йодль... Йодль был у нас... Боже мой, я все время забываю всех этих генералов-полковника, он был генерал-полковник. И происходит это рано утром, то есть можно сказать еще ночью 2-го мая, господи, в 2 часа 41 минуту 7-го мая. И чернила еще не высохли, чернила еще не высохли, как с советской стороны от генерального штаба приходит протестная телеграмма, мы не согласны. Мы не согласны с тем текстом, который подписан в Реймсе, мы не согласны с тем, что это подписано в Реймсе, мы хотим, чтобы безоговорочная капитуляция была подписана непременно в Берлине. Мы хотим его подписать на тех условиях, на которых хочет Советский Союз, поскольку Советский Союз это главный потерпевший во Второй мировой войне. Делать нечего, остальные союзники, то есть США, Франция, Великобритания, сказали, ну, значит так, значит реймское подписание, недействительно, и быстренько организовались, и на следующий день нужно было лететь в Берлин и подписывать заново. А теперь представьте себе, это Берлин, которым только что произошла битва, самая кровавая битва до сих пор в истории человечества, то есть город очень сильно разрушен. И теперь нужно за несколько часов найти место, которое бы соответствовало тому, как представляет себе генеральный штаб, чтобы это было праздничное событие, окончание войны, чтобы это было совсем полагающимся для мероприятия шиком, роскошью и так далее, проведено в городе, в котором только что закончилась война. Подумали так, подумали эдак, ну, чем плохо казино офицерское, которое уже и так использовали, давайте в нём. Вокруг нужно только как-то дороги расчистить, мебель найти, найти какую-нибудь посуду, так, чтобы вот всё было прекрасно. И, в общем, на всё про всё было каких-то 24 часа чуть больше. В 12 часов дня, 8 мая, в Берлин, на берлинский тогда аэродром Темпельхофф, прилетают союзники, то есть британское представительство, представительство французов, представитель Соединённых Штатов Америки. И чуть позже приезжают из Фленсбурга три представительства главнокомандования Вермахта, которые должны будут и подписывать ту самую капитуляцию. И уже в 2 часа дня всё было готово в Карлсхорсте, в офицерском казино. Зал оформил, всё оформило, висят флаги четырёх союзников, и, ну, начинаются премии. Премии по поводу того, что же там нужно будет в этом тексте указать, что же там нужно в этом тексте, вот как он будет говорить. Текст уже подготовлен, но так или иначе премии затянулись до глубокой ночи, то есть, смотрите, собрались в 2 часа дня, и до глубокой ночи обсуждали текст. Наконец-то стоит где-то, где-то, где-то около полуночи. И тогда Жуков говорит, что, ну, а теперь мы это всё сделаем торжественно, чтобы понимать, что происходило между, то есть были премии, премия, был напечатан текст раз, напечатан текст два, потом сходили поели, были холодные закуски, было горячее для союзников, холодное для вермахта. И вот ровно в полночь в зал торжественно входит Жуков, там сидят, естественно, журналисты, репортеры, фотографы, чтобы запечатлить это событие. И когда союзники сидят, тогда приглашают трёх представителей вермахта, для которых отводят небольшой столик, который в немецких источниках называется всё время кошачий столик, ну, то есть он такой маленький, неприметный, как вы понимаете, с психологической точки зрения. Здесь есть прекрасный момент показать, что вот эти вот люди будут теперь сидеть за маленьким столиком, вот в том углу, где мы им ухажим. Потому что там им теперь и место. И в 0 часов 16 минут по московскому времени, уже получается 9 мая, генерал-фельдмаршал Кайтл первым подписывает безоговорочную капитуляцию, за ним ещё два представителя вермахта подпишут безоговорочную капитуляцию, после чего завершится всё праздничное событие в 43 минуты после полуночи по московскому времени. А в Берлине тогда по распоряжению того самого лейтенанта Николая Берзарина действовало тоже московское время, оно будет действовать до конца лета 45-го года, то есть в Берлине уже было 9 мая, но в Париже и в Берлине сейчас это 8 мая. 43 минуты заканчивается официальная часть, и после этого представители вермахта выпроваживают из зала, Жуков говорит «Несите шампанское, несите водку», и тогда начинается именно тот праздничный момент, то есть вышли представители вермахта, остаются только союзники, и все начинают ликовать. Вот она, вот она война закончила, мы это сделали, мы победили, и вот тут-то, тут-то можно как раз выплёскивать радость, то есть были танцы, до утра была радость, шампанское, водка, всё как полагается, и тогда в этой радости все клялись друг другу, что будет дружба между армиями Соединённых Штатов Америки, Советского Союза, Франции, Великобритании навсегда, что они братья по оружию навек, как мы знаем, этого не случится, но пока, пока все празднуют, и празднуют в том числе и Европа, для которой именно 8 мая окончательно завершилась эта война. То есть, получается, у нас все первые дни мая постепенно шло к завершению этой войны, и в конечном итоге 8-9 мая всё состоялось. И что происходит в этом доме потом? В этом доме потом располагается у нас... располагаются дальше представительства советских войск в Берлине. Как вы знаете, Берлин после войны и Германия некоторое время не существовали, они были под юрисдикцией союзников, и вот в этом доме, в Карлсхорсте, и было представительство советских войск до 49-го года. И 10 октября 49-го года власть передана в городе представительству Германской Демократической Республики, и дом на какое-то время, получается, осиротел. То есть он был таким знаменитым, но ненадолго, ненадолго скоро будет юбилей 50-летия Великой Октябрьской революции, и вот к 50-летию Великой Октябрьской революции решили преобразовать в музей. В музее, в Карлсхорсте появился музей, который назывался «Музей безоговорочной капитуляции фашистской Германии в Великой Отечественной войне». То есть в ГДР терминология была такая же, как и в Советском Союзе, поэтому и музей назывался соответствующим образом. И в таком качестве музей просуществовал до объединения Германии, и в 1994 году, когда состоялся вывод войск союзников из Берлина, то есть бывшие советские войска, американские войска и британские войска, еще и французские войска, в 1994 году полностью, окончательно были выведены из Берлина. И вот тогда встал вопрос снова о этом самом казино, которое открылось в 1937 году, в котором была подписана капитуляция, и который был как музей достаточно долгое время. И тогда музей снова переродился, и начиная с 2013 года находится постоянная экспозиция, которая рассказывает о советской части войны, то есть музей теперь называется «Музей Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст», и рассказывает о аспекте Второй мировой войны с точки зрения войны с Советским Союзом. И является одним из мест, куда в Берлине можно приехать и узнать о самой большой войне в истории человечества. Одно из мест, потому что, как вы понимаете, у каждого из союзников есть какие-то места, в которые можно приехать, в которые можно посмотреть, и в которых можно узнать, как все происходило в этом городе, а я вам говорю, наверняка в этом городе чувствуется до сих пор все как по-живому. Запись опоздавшим и желающим можно всегда, конечно. Вот такая история дома, дома, который родился в Берлине-Карлсхорсте, и за свое существование, это менее 100 лет, он пережил вот такую историю. Каждый может из вас теперь его посетить, как только музеи открыты, как только всем можно выходить. Пожалуйста, приходите. Сейчас как раз началась интересная выставка, которая посвящена 75-летию окончания войны. То есть вы можете точно так же ходить по скрипучему полу, а там паркет и прекрасные такие половицы, и представлять, как ходили великие мира сего 75 лет назад. Большое вам спасибо, что вы были со мной. Для всех, кто сегодня был со мной в первый раз, я расскажу, что все свои эфиры я сохраняю. Их можно посмотреть у меня на странице в течение 24 часов, а после, через какое-то время, я их загружаю на свой канал в YouTube, то есть предыдущие берлинские истории вы можете посмотреть на моем канале в YouTube, найти меня просто по имени и фамилии. То есть латиницей забывайте Юлия Вишки и находите там уже, мне кажется, 20 историй существует, которые вы можете посмотреть. Что еще? А, и всегда после эфира я выкладываю фотографии, которые иллюстрируют то, что я сказала. То есть я вам сейчас выложу фотографии, где будет Жуков, где будет Кайтель, которые подписывают безоговорочную капитуляцию Германии. И если вам понравилось, если вам интересно, если вы хотите продолжение или просто сказать мне спасибо, у меня на моем сайте berlinwithsens.com тоже есть всегда указание на моей странице, есть под моим портретом кнопочка, на которую можно нажать, на кнопочке написано Юлия, спасибо, продолжай, и таким образом меня поблагодарить суммой, которая вам кажется комфортной. Теперь, кажется, все. Осталось только ответить на несколько вопросов. Как выглядит музей сегодня? У меня есть фото. Более того, я выложу в сториз пост, который я публиковала, кажется, неделю назад, о выставке, потому что выставка сейчас в условиях коронавируса стала виртуальной. То есть все вы, независимо, где вы сейчас находите, в Москве ли, в Волгограде ли, в Канаде ли, в Таллине ли, вы все можете зайти на сайт музея и сделать виртуальное прохождение по всем залам и, можно так сказать, в одиночестве постоять в зале, где была подписана безоговорочная капитуляция. Большое вам спасибо, что были сегодня со мной. Я вам желаю отличного вечера, прекрасных выходных и мирного неба над головой. Всего вам доброго. Пока-пока.